Поднимите руки, кто меня не видит. Я никого не вижу. Не, так не честно. Они не ответили. А где режим невидимости? А ну хорошо, кто знает, для чего он сюда пришел? Руки можете поднять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Не знаю, там никто. Ладно, проще, кто не знает. А, кто не поднял руки, поднимите руки. Так, кто не поднял руки. Так, хорошо. У кого не поднимаешь? А у кого и ноги не поднимаешь? Можете гавкать. Давай начнем с тебя. Твое имя и почему ты не знаешь, почему ты здесь? Ладно, для чего ты сюда пришла? У кого еще похожий ответ? Ага, уже легче. Ага. Так. Тебя не спрашивать? Тебя не спрашивать? Мне сказать, что мне будет полезно помочь. Это самый страшный ответ, который можно услышать. Для меня, конечно же, для меня. Ага. Ну, это значит, что... Аналогия только в этом, да? Пришли посмотреть. Нет, то, что мы пришли, зря это уже точно. Я говорю, это да шутка. В каждой шутке есть доля шутки, да? Ты поднимала руку? Нет. Так скажу, я не поднимаю, а я поднимаю. Ага. Да. Я пришла, в очередной раз вынести себе мозг. А как зовут? А как зовут? А как зовут? Ага. Вот. А кто еще пришел вынести себе мозг? Все? Ну, не совсем так, но не наносить, а просто проработать свои страхи и... В общем, я буду работать на двух человек, да? Ага. Понятно. А они сидят напротив друг друга. Отлично, да? Тоже страхи. Тоже страхи на трех человек. Ну, уже хорошо. Тридцать тридцати мне нравится. Четвертого запиши. Ты же сторожи, чтобы никто не вышел. Старожи двоих. Да? Ага. Окей. Так. Ага. 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 «Ага». Это кто хочет? А кто готов? ты издеваешься на подстакан не успокаивает смысле стакан не успокаивает подстакан нет хорошо но это кто вообще не в курсе видеороликов или статей вообще валерьянку а кто-то здесь поднимал да ладно кроме этих приколов типа учения натальи северской да это исследование приходится говорить об этом в начале каждой лекции это исследование натальи северской это не учение нужно думать своим сердцем и своим мозгом и сушит свое тело так вроде сказала а еще не спал и сорвала голос поэтому вам не повезло нет голос я сорвала еще 2 недели назад да вот так вот эти исследования базируются на том как я проживаю мир с детства можете поднять руку кто не знает как ощущается котенок что он живой живой котенок не вот так мне нравится но уже все равно живой да а как ты понимаешь что он живой только потому что он теплый то есть если я сейчас нагрею пол ты скажешь мне что пол живой пол пол дышит и произвольно двигается кто раздавал травку я так понимаю лекция будет ржачная вот так вот с детства я воспринимаю мир вот как вы гладите котенка понимаете он живой а я я трогаю предметы чашку стул стол простыню носки трусы майку я могу перечислять там столько много предметов в мире так вот я ощущаю мир живым как огромнейшее мироздание которое дышит такое горячее сознание которое пульсирует и дышит это объективное субъективное конечно субъективное конечно а в смысле это для диагноза да все нормально мини вкаченко а детство в смысле с самого детства с рождения или какой то там с самого детства да и я не забывала откуда я но это я по чуть-чуть буду рассказывать вспышка мешает ладно эти следования основаны именно на том что я проживаю мир как живое существо и об этом что это как бы немного не очень нормально да я узнала лет когда в 14 когда мы переехали от бабушки к маме а то 14 ни бабушка ни мама не знали как я воспринимаю мир мама вообще говорила по тебе с детства можно было то есть вообще нельзя было сказать что я что-то вижу сверх чувствую там или как-то воспринимаю кроме момента что с двух лет ты начала смотреть на мир так да да с огромным ужасом да вот и в 14 лет я начинаю рассказывать папе с мамой типа как бы а а а вы что-то вы не видите не чувствуете да это был первый момент когда я задумалась что-то не так со мной что-то не так да это же первая нормальная мысль со мной что-то не так кащенко вот ну и три не надо вызывать пожалуйста иначе психиатры будут здесь сидеть и ржать вот и все бы ничего я об этом мировосприятии не очень-то распространялась то есть она живое двигается вот я пойду убегаю и в школе и потом когда я пошла в университет я не собиралась это афишировать написать чего-то да уже вести насчет этого и вообще кому-то кроме мамы с папой рассказывать об этом не собиралась к тому же папа с мамой не очень-то в это верили потому что они этого не чувствовали а потом вселенная сказала не гони да и в 19 лет у меня случилось сотрясение маленькое такое но с большими последствиями после этого сдерживать что-либо было просто невозможно но я пыталась очень пыталась я сбегал как это такому это надо ну ну чувствую я мир по-другому так все же так чувствуют вот но оказалось не все потом я начала встречаться с мужчинами да это со всеми бывает и вот я начала понимать что ты реально не так со мной да они тоже этого не видят и не чувствуют и не слышат и и ладно еще все мы знаем есть видящие которые видят да слышащие которые слышат чувствующие которые чувствуют однако почему то они не чувствуют что табуретка и чашка живые да я тоже так как это получается по мне психушка плачет да я тоже об этом думала в то время и поэтому никому об этом не говорила дальше мама с папой и не писала и потом я ходила и говорю ну как это так вот нормальные люди живут я тоже хочу как все мне как хочешь как все держи как все я перестала все чувствовать ну то есть это было очень ужасно я в тот момент поняла что я дышу то есть я ощущаю этот живой мир это как такая горячая не горячая теплая между горячими теплым такая сгущенка она все дышит и пульсирует я ее дышу я придумал метафоры потому что я все равно не могу это объяснить дай доказать я вам это не могу поэтому я просто могу уходить и говорить бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла но только начало нормальной психологии начнется минут через сорок и тогда когда мое восприятие перекрыли и оставили чего они там оставили-то оно ощущение как будто это все картонное люди картонные Стул неживой, чашка неживая, и оно как будто как декорации, все картонное, и от этого страшно, особенно когда с детства ты воспринимаешь это все живым, да, вот люди живые для вас. Страшные перемены? Ну да, страшно в том, что я поняла, что я этим дышу, то есть я делаю вдох и выдох, а потом когда этого не стало, то как будто ты дышишь в холостую, и ты понимаешь, что когда ты долго дышишь в холостую, то протянешь ты недолго. Люди тоже стали как картонки? Ну да, это стало тотально, до этого было тотально все живое, а потом стало тотально неживое. Нет, мне этого опыта не хватило, через три года у меня снова был приступ истерики и одиночества, и говорю, пожалуйста, ну может быть в этот раз получится, жить как все, ну пожалуйста. Снова начинается бабах, снова картонный мир, и говорю, нет, 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 пожалуйста, не надо, не надо, не надо. Ну с этого момента я задумалась, быть может, стоит это ценить. Но, опять же, я это не рассматривала в том моменте, что я кому-то буду об этом рассказывать, а тем более в таком формате, да. Ходит девочка по квадратикам и несет какой-то бред. Специфическая лекция в Уфе. О, не знаю, как это называется. Может, шизофрения. Может, пора позвонить. Последствия присутствия адептов в своей бабушке. Когда идете до пункта вызов врачей, я не скажу, что я не знаю. Серьезно? Мама, вы можете выпустить эту девушку. Я не знаю, ее лечить в первую очередь. Я еще пришла. А потом появился в моей жизни Лислав. Лислав, привет. Я подумала, ну блин, ну как-то это вот. Надо что-то придумать, чтобы другой человек, не другие люди, нет, 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 другой человек, которого я вроде как люблю, да, тоже мог это почувствовать. Или хотя бы понять, как это ощущается. Вот с этого момента начала строиться нейронная алхимия. Потому что тогда мы придумали простую технику. В общем-то, не очень-то мы ее придумали. То есть мы ее придумали, но она и до этого существовала. Когда задаешь вопрос, а потом разбираешь существительные глаголы в этом вопросе, раскрываешь их, трактовку, переформулировываешь вопрос. Читаешь. Понимаешь, что чувствуешь в этот момент. Еще раз читаешь до какого-то понимания или озарения. Потом снова меняешь формулировку на ту, которая поднимается изнутри. И так до тех пор трактуешь термины, глаголы и существительные этого вопроса. Пока там в течение 20 или 30 минут не приходишь к ответу. И все было бы классно. Вам еще не стало скучно? Вот ее мое. Сам процесс передвижения. Да, меня тоже. Я забыла, о чем говорила. Да, с этого момента начала формироваться нейронная алхимия, потому что я просто хотела, чтобы любимый человек мог это почувствовать или хотя бы хоть как-либо понять, что я чувствую. Но не сработало. Даже до сейчас. Свободная воля. Вот. Против нее никуда не попрешь. В каком это прообразительном собравшем? Что? Почувствовать или нет? А я не знаю. В Москве осенью девочка почувствовала. У нее там что-то открылось. Она дома почувствовала в горле. И у нее вся жизнь поменялась. В это... Может кто-то почувствует? Я хожу, живой транслятор. Не знаю. Только трогать мне не надо. И на кусочки разбирать тоже. Это так наша кошка делает. Она такая, подходи. Так вот, нейронная алхимия — это исследование. Исследование, которое базируется на той разнице, которую я увидела, исходя из своего опыта. Когда для меня эта чашка живая, как для вас живой котенок. А потом, когда она как картонка, неживая. В общем-то, главный ключ, который я нашла в 24 с половиной года, это была благодарность. Ключ не новый, правильно? Во всех нормальных книжках написано. Откройте сердце, почувствуйте благодарность ко всему, и у вас все станет круто. Все станет круто, да. Для какого процента собравшихся это сработает? У кого есть бутылка с водой, да? А, это же сердце открыть надо, подожди. Вот я увидела, что один из главных ключей на тот момент для меня была эта благодарность. Если проживаешь в состоянии благодарности не за то, что тебе что-то подарили, дали, сделали, кто-то появился в твоей жизни, а просто потому, что вот, например, у тебя есть левый мизинчик. Вы не представляете, какая-то офигенная вещь левый мизинчик? Нет, правый мизинчик. Мизинчик на левой руке, мизинчик на правой руке, на них можно носить колечки. Это делает вас женственнее, да? В том смысле, что когда вы испытываете вот ту самую благодарность, просто потому, что ваше тело состоит из огромнейшего количества клеток, которые фурычат с утра до вечера. Вы дрыхнете, они работают. И никто им зарплату не платит. А мы редко говорим им, спасибо, это так круто, я хожу. Я живая. Мы воспринимаем это по дефолт, по умолчанию. Мы живые, да? Мы начинаем чувствовать, когда начинает что-то болеть. И начинает вот страдать, вот болеть. Горей бы выздороветь. А как выздоровела, забываем благодарить, что мы им пользуемся. А даже когда мы чувствуем, что оно болит, мы не понимаем, что оно живое. Оно же просто болит. Сейчас быстренько что-то выпьем, и оно перестанет болеть. От этого не появляется ощущение, что оно живое. Оно нежное и живое. Так вот, благодарность, которая ощущается, как горячий мед, распространяется из сердца, у кого из головы, у кого из живота, где у кого что фурычит больше. И распространяется по всему телу именно просто за то, что вы существуете. За то, что существует ваше тело. За то, что вы дышите. Просто за то, что эти процессы, которые существуют, они происходят. Не потому что, я не знаю, не потому что я прилетела в Уфу, а потому что существует Уфа, существую я, существует мой правый мизинчик. Я могу дышать. Я впервые прилетелась на самолете. Такой крутой опыт, как будто на карусельке, только внутри автобуса. Безусловная благодарность. Но все равно кто-нибудь придумает условия, это же потому что ты существуешь. Нет, уже существует. Ну вот я же говорю. Я говорю, безусловная благодарность. Это как? Я также как безусловная благодарность. Это как? Концерт. Понятно. Благодарность телу, благодарность мирозданию, благодарность своим штанам. Вы знаете, без штанов по улице сейчас ходить очень сложно. Но сказать по... Что? Можно это только недалеко. Город маленький, медики моментально приезжают. Я виделся раньше. То есть благодарность просто за то, что вы существуете, ваше тело существует, это мироздание существует. Хорошо, вы не чувствуете, что оно дышит. Ладно, не надо верить мне на слово. Упаси Боже, вас верить мне на слово. Это я ощущаю, это я проживаю с детства. Это у меня, быть может, шизофрения. А вы нормальные. Да, вас больше. И вот если эту благодарность просто ощущать, углублять до того момента, когда, знаете, распирает сердце, вы уже не можете... Это не просто так, ой, спасибо, ой, спасибо, ой, спасибо, пойду ВКонтакте посижу. Я поблагодарила. Ну а чего? Это было целых 22 секунды. Вот, да? Спасибо, спасибо. Ладно, еще 23. Спасибо огромнейшее. Спасибо, это так классно. И мизинчик, и мизинчик. Она меня фотографирует. Это тоже так классно. Это так спасибо. Такая благодарность, от которой потребность в словах спасибо уходит. Мысли в голове тоже уходят. Типа бухтение. Спасибо, 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 спасибо. И вы начинаете ощущать вот тот самый горячий мед внутри, телесно. Как будто там батарею кто-нибудь поставил и включил в непонятную розетку. И оно течет и распространяется по телу. Естественно, вниманием, намерением вы можете распространять это в голову туда, куда вам необходимо. Где у вас зажим или еще что-то. В моих исследованиях я увидела очень прикольно, когда направляешь эту самую благодарность в чувства, в эмоции, в состояния, которые вас напрягают. Например, боишься чего-то очень сильно. И чтобы понять. То есть тело с вами разговаривает. Это живое тело. Вот для вас нормально. Вы же понимаете, что у вас живое тело. Это-то адекватно? Да? Или не все понимают, что у них живое тело? Да, я не знаю, что оно прохладное. Ладно, для кого его тело картонное? Нифига себе. Тело живое. Доктор, тут повыше. Картон надо выглазить. Никогда это было на сон. Я их никогда не была. Хорошо, когда у вас что-то болит, вы тоже не чувствуете, что тело живое? Надо выгладить. У кого есть утюжок? Сейчас прогладим. Есть утюжок? Нет, нет. Какие это происходит в взаимодействии? Вот вы воспринимаете живое тело? Можно она ты? Мне не 50 лет еще. Ладно, ладно. Как ты воспринимаешь, что кабулетка живая? Ну, допустим, она живая. Сейчас я к этому и веду постепенно от благодарности. Почувствуйте себе это. Чтобы понять, чем это чувствуется. Все нормально? Да, да, да. Окей. И вот когда эта благодарность, при которой уходят слова, при которой уходят мысли, при которой тело наполняется таким горячим невероятным ощущением, от которого не полезешь в контакт, не откроешь книжку, не пойдешь жрать или спать, даже на улицу не пойдешь, просто чтобы потусить с друзьями. Та самая благодарность, от которой так распирает внутри, хочется вот так вот вывернуть грудную клетку и просто орать «спасибо!» Вот, там гора. «Спасибо!» Когда вас просто выворачивает наизнанку. Это не так, что у меня такая глубинная благодарность, что я просто смотрю на горы и говорю «спасибо!» Это огромнейшее, понимаете, это ощущение заполняет вас, когда еще глубже, еще больше этим наполняешься, то те, кто чувствует свое тело живым или картонным, могут ощущать свои мышцы или кости, или что-то, что внутри вашего тела есть, и вы это ощущаете временами, оно превращается в этот самый горячий мед благодарности, и уже не чувствуешь, что это твое тело. Ты просто ощущаешь эту эссенцию, и она настолько, ну, ее словами очень сложно выразить, кроме слова «благодарю», да, которое дальше уже там ничего не выражает, потому что ты весь в этом ощущении, это даже не ощущение, это не переживание, это как будто ты телесно в какой-то момент превращаешься в очень густой горячий мед. Вот, сейчас будем девушку пропускать через таможню. Кто гвозди убрал? Здрасте. Вас ждем. Там снимают обувь, там одежду, да, там туалет. Совсем там одежду, а не там совсем одежду. Когда ваше тело, то, что вы ощущаете картонным или не картонным, превращается в эту густую, горячую эссенцию, и тогда она, можно сказать, что это ощущение углубляет, превращается в умиротворение. Вот здесь вот на физическом уровне, да, расслабляются зажимы. Какой-то, и вы понимаете, да, да, вы выходили вот так, а потом вы углубили благодарность и резко стали вот так. Ого! И это еще не конец. В этом моменте, когда вы углубляете благодарность, когда вы смотрите на себя, у вас может быть истерика. При этом, если вы смотрите на мир, то это просто непостижимо прекрасно. Смотрите на себя в зеркало, у вас истерика. Оно-то там все прекрасно, смотришь на себя и догоняешь, что там внутри вся эта боль и непонимание, и на все это смотреть не хочется, но это проживает с таким одним мгновением. Это запускает слезы. Находи место. Кто приютит девушку? Ты, может, видишь? На шапку не садиться. Мне больше нравится. Ты, может, видишь? На шапку не садиться. Друзья, да. Углубляя благодарность за то, что мироздание, ваше тело, вы просто существуете, ваше сердце просто бьется, вы переходите на уровень умиротворения. Там дальше, я сейчас просто кратко скажу, когда это состояние умиротворения из благодарности, оно совсем другое, чем то умиротворение, которое просто пытаешься сгенерировать, когда сидишь, думаешь, ладно, сейчас я выключу контакт на 5 минут, включу какой-нибудь музон без слов, и впаду в умиротворение. Это одно. И совсем другое, когда это умиротворение наступает после благодарности. Давайте я всех походкаю, потом вконтакте можете добавить свои фотографии. А, ну хорошо. Подожди, я не закончила, потому что начались фотосессии. Да нет, ты снимай, ты снимай, тихенько снимай, все нормально. Потом будет самая классная фотография. Да, точно. Это умиротворение из той самой горячей благодарности совсем другое. Так же самое, как и благодарность, когда вы просто бухтите, да, спасибо, 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 и она вроде как и углубляется, и вроде как и легчает, и что-то резко вы понимаете. Но когда вас это заполняет полностью, это описать фразами невозможно. На это слов не хватит. И вот благодарность переходит в умиротворение. И когда вы точно так же углубляете это умиротворение, то в этом моменте начинает проистекать нежность. Это к слову о едином восприятии. Вот та самая нежность, которая рождается после глубинного умиротворения от благодарности, она идет без примеси боли. Для меня, в моем опыте, все, что существует, планета, да, люди, животные, деревья, стихии, галактика, вселенная, да, это огромнейшее дышащее мироздание, это пусс. Все это соединено одной единой нервной системой. Ну, для вас же нормально, что в вашем теле есть нервная система, да? Вас потрогать за пальчик, вы чувствуете. Это нормально, это адекватно? Кому ненормально это, что вот если я трогаю себя за пальчик, то вы чувствуете. Так же самое для меня. Поэтому я, что свою руку ощущаю живой, что стул ощущаю живым, что чашку. И вот, дойдя до этой самой нежности, те, кто дойдут до этого момента, а там много, по сути, не надо. У некоторых, да, может уйти на это 2 часа, 3 часа. Хорошо? Ладно. 6 часов. Я пишу ВКонтакте 6 часов, если вы можете генерировать благодарность, я с вами работаю, да? Так вот, это не шутки. Мы папа 6 часов генерировал. У него там капитальные воспоминания, изменения и все остальное. Так вот, когда вы доходите из благодарности в умиротворение, в нежность, вот в этом моменте вы начинаете ощущать, что границы вашего тела стираются. не в смысле вы впадаете в эту пустоту. И никого больше нет. И ничего нет. Я выхожу в социум, и жить смысла тоже нет. Не эта пустота, не это ощущение. Оно очень живое. Это как будто вы резко понимаете, что вы находитесь, не знаю, что вы находитесь на на седьмой лапе десятилапового кота с двумя хвостами. Это огромнейшее живое мироздание. В какой-то момент из этой нежности вы чувствуете себя частью огромнейшего организма, неотделимой частью. Вы это физически проживаете за счет того, что эта самая нежность из умиротворения, из благодарности, она... То есть, смотрите, благодарность, во-первых, даст очень много воспоминаний и пониманий. Умиротворение будет расслаблять зажимы, это будет давать еще больше пониманий, будут идти слезы, будут идти разные экстатические переживания, воспоминания, вспышки. Кому повезет, он сразу после умиротворения бабахнется в нежность и резко почувствует, что... той границы между моим телом, да, и этой табуреткой, между моим телом и этим полом, между моим телом и вашим полом этой границы уже нет. То есть, в какой-то момент вы почувствуете себя одним огромнейшим дышащим существом, одним огромнейшим сознанием. В этом состоянии можно функционировать. только тут нужна осознанность очень высокая, иначе можно просто уйти в состояние кайфа, а потом написать, Наташа, как мне еще раз пережить этот кайф? Никак, потому что я не вырос, как это, не кормлю наркоманов. То есть, когда вы погружаетесь в благодарность, вы погружаетесь туда не просто, чтобы покайфовать, а с намерением понять, почему у Наташи такая шиза, у меня такой шизы все еще нету, с намерением понять свою боль или то состояние, которое вам в себе сейчас приносит дискомфорт. Ни один нормальный человек не пойдет, не сядет, не знаю, утром проснулся, но сейчас просто, потому что я очень счастлив, сейчас я буду генерировать и погружаться в благодарность. Но ни один нормальный человек такого не сделает. Нужно, чтобы стало очень херово, и потом вы думаете, ну хорошо, сейчас я попробую вашу эту благодарность, сейчас я ее вот сделаю, вы садитесь, делаете благодарность с намерением понять, что что такое, направляетесь чувство благодарности с намерением понять в это ощущение боли, зажима, дискомфорта, страха, еще там еще тревоги, зависти, ревности, бла-бла-бла-бла-бла-бла, то, что вот лишает вас радости и легкости. Проверочный маркер это радость и легкость. Если вы не испытываете в какой-либо момент радости и легкости, это просто показатель того, что где-то закрыта дверь, душно, темно, и это причиняет дискомфорт. Радости и легкости уже нет. У кого сейчас нету радости и легкости? Ага, 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 ага. Вы видите, много нормальных людей, все хорошо. К остальным 0,3. Остальные не понимают. Что спрашивают? Что такое радость? Да ладно. Ага, 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 ага. Кто понимает такое радость и легкость? Уже легче. Хорошо. Нет, я понимаю, что такое радость. Я сейчас не испытываю радости и лёгкости. Ну хоть понимаешь, да? Да, я понимаю. Работает на испытании радости и лёгкости. Радости и лёгкость, радости и лёгкость, радости и лёгкость. Я не знаю, здесь проблемы никаких. Ниш, мы должны сделать, что мы сразу лёгкость. Да, что не понимать, как вы радости. Перерыв к Андрею. Просто не-не-не, вы хорошо напейтесь там воды, а Миша закроет туалет. А когда он его откроет, вы... Нет, просто от того, что он откроет дверь. Вот когда ты выйдешь из туалета, да. То есть, если реально вам сложно понять, что такое радость и лёгкость, да, и вы думаете, я такого никогда не чувствовал, у меня жизнь сплошная жопа, боль, зажимы, депрессия и тревога. Напейтесь воды, не идите в туалет, хорошо долго не идите в туалет, а потом побегите в туалет, пописывайте и почувствуете. И радость, и лёгкость. И радость, и лёгкость, да. Это можно ускорить. Я верю, я верю, да. Ну так, чтобы без этих... Или, например, знаете, когда вы сидите в душной комнате, а потом открываете окно и делаете вдох свежего воздуха. А прикольно, если там за окном только что прошла гроза. И вот вы делаете этот вдох, и вот это не просто радость и лёгкость, это озон. То есть если вам реально не хватает понимания того, что вы чувствуете, пожалуйста, выпили, подержали, пописали, почувствовали. Закрыли комнату, посидели в духоте, подождали, пока гроза будет, по прогнозу. Открыли, сделали вдох, и чувствуете разницу, чувствуете эту разницу. Правда, я не уверен, не у всех будет радость и лёгкость, после того, как они откроют окно, и первая мысль – бля, твою мать, больше такие опыты делать не буду. Это не катит под радость и лёгкость. Так вот, для меня существует просто одна большая нервная система. Кто знаком на своём опыте с ужасными последствиями внезапно открывшейся эмпатией? Когда ты едешь в автобусе и хочешь убить всех, кто находится в автобусе, потому что это именно из-за них ты чувствуешь эту боль. Это не просто сенсорика. Это детственная ночь. В детстве у всех было. Оно продолжилось или ты закрыла это? Кто вообще хочет, намеревается, я молчу, про готов, чувствовать единство со всем миром. Руки поднимите, да? Так, аккуратно, да-да-да-да. Чем это чревато? Да? Отлично. А ты уже не хочешь, да, у тебя уже есть. Так это у тебя уже есть, просто ты не знаешь, что с этим делать. Это подразумевает то, что все, как это называется в компьютере, когда USB-входы, эти порты, порты, порты. Порталы. Нет, ну вот куда USB-1 втыкаешь, второй, третий, четвёртый, знаете, там, в ноутбуке. Нет, да? Ой, ладно, так, проехали. Короче, представьте, что у вас много дверей на теле. И они сейчас практически на 98% закрыты, да? Поэтому Анташа говорит о какой-нибудь шизе с живыми табуретками и шапкой. А вы говорите, это не живая шапка, не живая чашка, не живая табуретка. Где здесь 0,3? Гипотетически они, правильно? Я понимаю. Да гипотетически мы все понимаем. Гипотетически я уже живу где-нибудь на Орионе. Ну, ты пыталась, да. Здравствуйте. А, здравствуйте. Это я на чем закончила? Гипотетически. Дверь закрытся. А? После радости и лёгкости. Кто? После радости и лёгкости? Двери, которые закрылись. Да, и вот представьте, что у вас просто много таких вот дверей. И они практически все закрыты. Единство – это когда все эти двери откроются. То есть, вы сейчас ходите, да? Я один, да? Вот у меня есть моё тело, и слава богу, дальше я не чувствую, да? Вот. Потому что я живу с папой, с мамой, с мужем, с детьми, с кем-либо ещё. И если я это что-либо почувствую, потом мне назовут ненормальной, поэтому я потом откажусь от этого. А потом я себя возненавижу, потому что это же то, о чем Наташа пишет. А у меня такая шиза, она счастлива, а у меня такая жопа. Смотрите. И вот когда эти все двери открываются, вы просто резко, очень чувствуете, что вы часть огромнейшей нервной системы. Вот и всё. Кроме одной проблемы. Потому что вы начинаете ощущать всех остальных людей. Ладно, животных, с ними всё нормально, да? С деревьями всё отлично, с асфальтом всё просто великолепно. Выходишь на море, думаешь, вау, людей бы убрать с моря ещё. В лес идёшь, идёшь в лес и думаешь, блин, кто вот этих вот сюда посадил, и сюда посадил, и сюда, и вот это вот, ну вот, приходишь в лес, чтобы подышать этим единством с деревьями, с лепесточками, с белочками. Кто видит белочки, да? А тут люди. Так вот, фишка в том, что когда открываются все эти двери, и вы начинаете чувствовать себя неотделимой частью, продолжением пола, продолжением этого пространства, да? Поскольку пространство это тоже, что там, субатомная структура, всё бы ещё такого взумного сказать. В какой-то момент от этой нежности вы начинаете чувствовать себя неотделимо от всего сущего телесно. Это не концепция. Это становится не концепцией. Это настолько становится не концепцией, что когда пишут, мы всё одно сущие, мы всё там единое целое, да? До этого вы говорите, да, в общем-то, в голове я согласна всем, мы единое целое, да, там, что-то ничего. Мы одна семья, отлично, великолепно, папа бы, мама ещё куда-нибудь спрятать, да? Ну как я вас на величине. И в этот момент, когда все порты открываются, сначала тут великолепная вспышка. Ваше внимание, как по-русски spread, распространяется по всей нервной системе. То есть вы ощущаете себя раз и вуф, по всему живому мирозданию, а потом собираетесь обратно в точку. И вот с этого момента начинается большая жопа, потому что в теле существуют зажимы, да? В личности существуют концепции о том, что Вселенная бухает практически каждый день, у меня такая жопа каждый день, мама на меня кричит. То есть этот мир враждебен. То есть если до этого вы просто жили в маленькой капсулке, и всё было нормально, вы испытывали какой-либо маленький уровень чувства и эмоций, и понимали, вот все остальные люди тоже испытывают маленький уровень чувства и эмоций. Иногда они пьют, курят травку, принимают наркотики разные, у них повышается уровень эмоций, но все нормальные люди испытывают обычно очень маленький уровень эмоций и чувств. Это обычно такая серьезность, концентрированность, напряженность. Это значит, что вы здоровы и 0,3 никто не будет в маршрутке вызывать. Но если у вас легкость и радость, и вы ходите, улыбаетесь по улице, менты оборачиваются. У них есть власть подойти и сказать, где ваша прописка. Потому что у нас в России улыбается или обкуривая. Вот видите, подтверждение. Не правда, не правда. Я в Москве всегда хочу улыбаться, я не мониционирую. Ты себя видел в зеркало, да? Поэтому никто не подходит. И потом, когда все это собирается обратно в вашей нервной системе, то есть капсулка от этой нежности, она буквально растворяется. И резко вы после прикольного момента эйфории, который может длиться 40 минут, может длиться 2 дня, кого вставить 2 недели, да? Ну там очень сильно расплываешься в этом кайфе, любишь всех людей, говоришь, это так прекрасно, это так просто невообразимо. У меня так 2 дня было, это было просто классно. Идешь по себе и понимаешь, я иду по самой себе, боже мой, я в этом теле, я это и есть это тело, еду в этом автобусе, который тоже я, который идет по моей дороге, который тоже я, боже мой, как это вы держите эту чертову равновесие? То есть самые сумасшедшие опыты, мысли, это все сдвигает вашу точку сборки из существа, которое было закапсулировано, испытывало там иногда радость, иногда оргазм, а потом депрессию, иногда там грусть, печаль, тревогу, страх, 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 боль, 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 радость, счастье, боль, 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 страх, 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 тревога, тревога, напряжение, 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 вас выносит в это невероятное ощущение кайфа, радости, беспредельного, я не знаю, слов на это нет, на это нет слов, это просто берете муравья, запихаете его в горячий мед, вытаскиваете, и он такой, твою мать, кто тебя просил меня вытаскивать? вытаскивать и вот вы возвращаетесь вниманием ваше тело да а капсулы уже нету и выходите как оголенный провод выходите как оголенный провод и всех чувствуете думаете а да это из-за тебя это твоя боль ты не моя боль да это прихожу я к нам и смотрите это нормальные адекватные логические выводы если до этого вы сидели в своей комнате вас было нормальная хорошая радостная легкая самоощущение заходит маму у вас начинается депрессия выиграть это все мамина депрессия потому что до того как мама зашла в комнату моей депрессии не было мама выйди из комнаты твою мать потому что к ты заходишь меня все это плохое настроение да очень прикольная фраза есть например спасибо это не моё и депрессия уходит вы думаете да это не моё это все классно только фишка в том что если бы у вас не было этого маленького пазла вы бы не почувствовали ту депрессию с которой ходит мама и вы такие заходит папа у вас такая ненависть изнутри прямо раздражение такое сильное и вы думаете как бы папе так помягче сказать чтобы он вышел из комнаты а папа понимаете а он еще подходит такой . доченька а почему твою мать и не сделала домашнее задание и потом пошел вон а потом приходит любимый человек и вот тут вас штырит потому что самые сильные зеркала реагируют нас вернее как это они прямо возникают перед вами до самая огромнейшая боль самая большая депрессия самая большая количество самых глубинных страхов проявляется когда мы влюбляемся когда мы кого-то хотим сексуально а только что было так классно после нежности да я вот пришла домой после семинара я села погенерила благодарность я упала в умиротворение потом меня вынесла в нежность это было просто офигенно а теперь я сижу и думаю как мне жить дальше потому что я хочу убить всех кто находится в этом доме да это все не прикол я просто описываю до образно то что проживают многие люди которые говорят я хочу единство я по сути не понимаю чем это мне чревато я так хочу единство чтобы более ты блин не чувствовать который у меня я знаю что если будет просветление да то потом будет все очень классно и что буду в этом будет единство а значит все будет просто обалденно а потом вы сидите у себя в комнате да можно видеть я слышу стакан уже живой вы сидите у себя в комнате я забыла о чем я говорила промотайте еще раз да и описывайте состояние потому что вы говорите я хочу счастья я хочу радости я хочу это тотально тотально значит нужно полностью раскрыть нервную систему всему мирозданию это будет тотально это будет постоянное функционирование радости в чем убежден так и создаешь реальность сработало Ну, ты это говоришь. Ну, просто знакомые темы рассказываешь. Я пытаюсь к своему опыту. К какому опыту? Принятие. Нет, что благодарность сложная штука. Принятие было? Ну. Ты говоришь о принятии. Сейчас давайте попрактикуем принятие. То есть ты не практиковала принятие, да? Принятие пойдет только после благодарности за лица. Когда ты поймешь. Сначала принять, а потом сказать. Нет, сначала начинаешь с благодарности, потом приходит. Потом приходит. А потом приходит принятие того и другого. Нет, сначала сзади, потом принятие. Все получится. Лады, давайте дальше. Кто хочет практиковать принятие, есть туалетная комната. Ну, там можно 1, 2, 3, 4. И так далее, сколько по месяцу. Сейчас вам плачет. Я не рада, что я сейчас. Здравствуйте, сказал. Сейчас. Так, ну это же суперсургиозная тема, да? Вы же даже деньги платили, чтобы меня сюда привезли, да? На самолете на двух впервые раз в жизни. Вот. Я теперь тут стою, всякую хрень несу, да? Вот. Не, ну это отличная мечта с детства. Просто ходить, что-нибудь говорить, а люди говорят, продолжай, продолжай. И просто с этого. У меня вопрос. Когда ты начинаешь чувствовать, как мама заходит, ты в комнату чувствуешь ее депрессию? Это ты ее начинаешь чувствовать, потому что депрессия есть в тебе, и она резания не будет. Или ты ее проживаешь, начинаешь чувствовать ее? Сейчас объясню. Смотри, пожалуйста. То есть, пока вы были в капсуле, вы насобирали, да? Вернее, вы выбрали насобирать много обид, да? Чувства мести, страхов. Предположительно о том, что, как девушка сказала, если есть радость, будет жопа. А они там внутри. И радости не будет. Да не перебивать на второй раз. Может, у меня с голосом нормально. Это больное затеяние. И вот представьте просто, что существуют, знаете, провода. Вот они переплетены. И... Я не знаю, какую аналогию правильно такую придумать. На этих проводах есть какие-нибудь... Блин, сейчас я какую-нибудь хрень как придумаю. Как разного вида жемчужинки. То есть все классно, все классно, электричество проходит по этим проводам. И тут, например, там, жемчужинка выбрать, обидеться, жемчужинка выбрать, депрессировать. То есть вместо того, чтобы понять себя, свои чувства, в какой-то момент времени по жизни мы выбираем переносить ответственность на людей снаружи, да? Это все там из-за мамы, из-за папы. И поэтому у меня это плохое настроение, мне больно, мне одиноко, я никому не нужна, и пошло-поехало. И это все, пока вы живете в капсуле, да? То есть это как в комнате, без воздуха. Вдыхаешь-выдыхаешь, а если, не дай бог, ты хороховый суп поел, то вдыхаешь-выдыхаешь, так как можно режу. Все местами поел. То потом... Ну, блин. Да, жемчужинки, подожди. Все местами выдыхаешь. И вот, да, пока была капсула, то по этим проводам шло определенное, как-то, определенный уровень электричества, да, в ватах, в вольтах, как-то правильно говорится? Напряжение. Напряжение. Ну, вот электричество определенного... Ток уровня. Да, ток определенной мощности шел. О, сейчас начнется физика, да. В амперах. Да, вот, например, 10 ампер, да? Ваша маленькая капсулка. Вот большая жемчужина, вот маленькая жемчужина. Между ними много проводков. Они все скручены в один большой такой вуф, жгут. И по сути должно быть, например, 140 ампер. Ну, как каждый раз, когда вы решаете, что кто-либо другой виноват в том, что вы выбираете обижаться, выбираете вместо того, чтобы понимать свои чувства, испытывать депрессию, одиночество, искать, а, это все из-за тебя, или я тебе не нужна, или ты меня не любишь, когда ты не делаешь то, что ты хочешь, и так далее, и тому подобное. то на этих проводах появляются как зажимчики, да? вместо 140, получается 10 ампер. Это как душная комната. Очень сложно, да? Радость испытывать в таком состоянии очень сложно. В душной комнате сети радоваться, это очень сложно, потому что хочется открыть окно, а открытое окно не получается. Вы в капсуле, да? Тем самым моментами, что вы считаете, что вселенная, это, во-первых, она не живая, во-вторых, ее может даже не существует, вот, и есть нечто, что я не контролирую, и что в любой момент, если оно захочет, может нанести мне какой-либо вред. Самый простой пример, я иду по улице, кто-нибудь меня насилует, берет в подворотню, насилует, а все люди идут мимо, потому что уже поздно, и всем наплевать. Все счастливы. Да, все счастливы. В этом моменте ты понимаешь, что мир ужасен, да? Мир враждебен. И вот пока эта капсула не дает, как же сказать, не то, что не дает. Есть огромная шоанерная система, да, и вот ваша капсула. Когда капсула, когда капсула благодаря нежности растворяется, ваши шнуры, да, с этими всеми пережимчиками и жемчужинками, они резко подключаются к огромнейшей единой сети. А там этих амперов не 140. А? Кто сказал? Да, там огромнейшее, невероятное напряжение, электричество, которое двигается сквозь каждый атом, сквозь каждый электрон. этого просто не видно, этого не слышно. Это можно ощущать, когда нервная система открыта этому. И вот в какой-то момент, почему становится очень резко больно, после этого огромнейшего кайфа, капсула уходит, и вы на это мгновение чувствуете, я неотделима от этого огромнейшего электрического нечета, которое дышит, оно живое, и оно меня любит. Тотально. Просто потому, что я существую. Не потому, что у меня много денег, или не потому, что я маме каждое утро говорю, мамочка, я тебя люблю. Вы проживаете очень глубинно и тотально. Что-то огромнейшее живое мироздание вас любит просто потому, что вы существуете. Этого хватает для того, чтобы изменить всю вашу жизнь и дать вам импульс начать познавать себя. А потом вы снова собираетесь между двумя жемчужинками и этими проводками с зажимами. Потому что, если бы не было этих зажимов, это огромнейшее бы электричество струилось сквозь вас без препятствий. Но. Вместо понимать свои чувства и понимать себя. В какой-то момент мы выбираем переносить ответственность или говорить, да мне пофигу. Сейчас там будут чьи-нибудь глаза и будет весело. И вот на вот этих вот шнурах, где зажимчики, через которые теперь без этой капсулы проходит огромнейшее электричество и заходит мама, да, и у нее депрессия. И ваш зажим, который имел напряжение в 10 чего-то там, заходит капсула, и там капитальная депрессия. И теперь неважно, что другие люди тоже в капсулах. У вас открытая нервная система, вы чувствуете сквозь капсулы и заходит нечто с таким же зажимом, и у вас было 10, если здесь, например, 40, то оно увеличивается. Ладно, это по-другому 10-40. У вас было 40, и здесь там 50, и оно умножается. Особенно, если вы соглашаетесь с этим. Соглашаетесь, то есть если ты соглашаешься, что это мамино, да, это все твое. У тебя было 40 эмоций, то есть это уровень эмоций. Оно спало внутри. То есть, например, у тебя иногда бывают депрессии. Я просто пример, да. Я не бываю там раз в 2 недели, или там раз в 3 недели, а то заходит мама, после этого великолепного опыта. И то, что было раз в 3 недели, началось прямо сейчас. И ты понимаешь логически. Мама зашла. До того, как мама зашла, этого не было. Это мама виновата. Это все мамина. Было 40, плюс мамина 50. Уже 90. То есть вот перенос ответственности. Это все из-за мамы. То есть продолжается логика, которая была в капсуле, теперь капсулы нету, а логика продолжается. И вас начинает очень сильно погружать в эту депрессию. Потому что у вас было 40, а стало 90. И когда вместо того, чтобы задуматься, и выбрать, осознавать, и понимать, что происходит, почему я это чувствую, что я чувствую, направлять туда благодарность, не каждый вспомнит, то когда вы бросаетесь на маму и говорите, мама, выйди из комнаты. У вас было 90, плюс еще 90, 180. Вас уже капитально уносит внутрь. И вы кричите, мама, закрой дверь. 90, 90, 90. Сколько вам это будет? 29, 270. Все, вы падаете вниз. Вы буквально падаете. Мама закрывает эту дверь, вы сидите в комнате, она не поднимается до 40, потому что колебания и инерция. Нужно, чтобы успокоилось в нервной системе это. А эти 270 распространяются уже по всем клеткам и атомам. Плюс огромнейшее электричество отнюдь не гасит это, потому что вы считаете это все из-за мамы. Пока вы считаете это все из-за мамы, эти 270 начинают, они не стухают, они колебаются, колебаются, колебаются. У вас депрессия, 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 депрессия. У вас весь вечер депрессия, следующий день депрессия. Вы выходите на кухню, понимаете, это все из-за мамы. И у вас дальше депрессия, раздражение, злость. То есть пока вы были в капсуле, в геометрической прогрессии при столкновении с другой капсулой, такой эффект не принимался. У мамы 40, у вас 40. Встретились, покивали друг к другу и разошлись в комнаты. Все нормально. А здесь вы оголенный провод. Вы часть огромнейшей электрической нервной системы. И вот если вы стремитесь к единству, к огромнейшему тотальному счастью, это значит, что нервная система становится полностью открыта этому огромнейшему громадному электричеству. И моментально в вас внутри начинает проявляться все, чего вы не хотели видеть, не хотели слышать. Вселенная моментально подгоняет людей. Да стоит только на улицу выйти, да? И вы сразу начинаете резонировать. А те, кто работает со сверхчувствительностью, хорошо работает, он знает, сталкивается с опытом, когда... Например, сидит старушка каждый день на скамейке, она так выводит из себя, и матюки-матюки-матюки в голове. И ладно, я практикующий, да? Хорошо. Представим, что дело не в старушке. Это не потому у меня такая вот ненависть и чувство мести, когда я на нее смотрю, да? Вот я пока не вышла из парадной. Все было нормально, такая была счастлива. Просто бабочки летали. Так все обалденно. Я открываю дверь, твою мать! А уже все, взаимодействие пошло, да? Бабочки, 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 бабочки. Успокаивайтесь, бабочки. Полчаса стоите, бабочки. Думаете, может, она уже ушла? А, открываете там две бабушки? Да, бабочки и бабушки. Бесит с семечки? Не знаю, я не знаю, просто сказал. Вот. Вы практик, вы говорите себе, хорошо, но закрываете дверь. Дело не в них, это потому что у меня есть чувство, и вы перечисляете, что у вас появляется. Чувство ненависти, чувство обиды, желание убить. Например, резко, да? И вы понимаете, в вас это есть, в вашей нервной системе это присутствует. Потому что выходит ваш друг, он тоже крутой эмпат, у него тоже капсула растворилась. Он идет и говорит, а что ты здесь стоишь? Отогревает дверь. Ой, какой прекрасный день. Здравствуйте, бабушки. Идет дальше. Вы понимаете, что-то не то. Вы так пройти не можете. С ним все нормально, да? Вон, пожалуйста, он радуется. Он с ними там сидит и болтает. А вы открываете дверь и думаете, вашу мать, закрываете. А как же мне выйти на улицу? На этой разнице вы можете понять, что когда эта огромнейшая благодарность насыщает вашу нервную систему, когда проявляется умиротворение, во-первых, эти зажимчики начинают расслабляться. Когда вы хотите понять себя, то эти понимания поднимаются из нервной системы. И еще глубже, глубже, глубже насыщая нервную систему, из благодарности и умиротворения начинает как бы источаться нежность. То нежность, она начинает, кроме того, что нежность этого уровня, она моментально поднимает боль, очень сильную глубинную боль телесную, то на психоэмоциональном уровне она исцеляет. И все круто, вы теперь тоже можете выйти и видите бабушек, и вас классно не трясет. Очень важный момент, что когда вы работаете с собой, то необходимо, чтобы рождались понимания. Не просто я нагенерировала благодарность, так все классно, так все обалденно, меня просто распирает грудную клетку, хочется, не знаю, разорвать на две части. Пониманий при этом нет. Да, главное, что боль ушла, раздражение ушло. Там, не знаю, депрессии сейчас нет. То есть на время полегчало, а пониманий нет. Необходимо работать с собой с намерением понять. понять, почему вы не чувствуете себя неотделимым от этого огромнейшего живого существа. Почему до сих пор это отдельно пол, это отдельно чашка, это отдельно ваше тело, и не всегда оно живое. Это я чего? Ага, 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 не га-га-га-га. Обязательно должны рождаться в понимании. Но это чуть дальше я буду объяснять, почему. Все начинается с тебя и заканчивается на тебе. Это как вот ты стоишь на берегу моря. Пролетают вороны. Все обалденно, классно. Пятая ворона по счету выводит из себя. Почему? Потому что в прошлом произошло. Это тоже вариант, да. Но только не с воронами, да? Но с воронами. Ты думал, ты от меня спрячешься, да, в виде вороны, я тебя узнал. Ладно, не настолько глубоко, да, сейчас. А в самом моменте, что начинается все в тебе, в твоей нервной системе. И потом оно распространяется, да, в капсуле. И потом оно распространяется наружу. И взаимодействуя с чем-то... То есть вот здесь, смотри, я взаимодействую, да? Все классно, у меня радость и легкость. Радость и легкость, великолепно. Радость и легкость, все очень круто. Все очень круто. Что такое? Видите, радости и легкость у меня уже нет. Я до чашки дотронулась. Поток прекратился. Ну так и хочется, пусть сказать... Это тот момент, когда кто-то проявляется рядом, да? А может, никто не проявляется рядом, оно поднимается. Но мы за момент, когда кто-то рядом появляется, и внутри вас очень сильно работает какое-то новое чувство, которого до этого не было. В смысле вообще не было. А в смысле без присутствия этого человека его не было. Очень сложно поверить, что это начинается внутри меня, да? Радости и легкости у меня нету. И чем дальше, тем больше ее нету, потому что у меня начинается раздражение. Что за фигня? Я возвращаюсь сюда. Радость и легкость. Так классно, так обалденно. Знаете, когда работаете сами с собой, погружаетесь вглубь. На каком-то уровне все обалденно, идете внутрь и резко вас накрывает. Это зависит от отношения тебя к этому, чем-то столкнусь? Если ты ее не видишь, ты можешь сквозь его. Я это не увижу, только потому, то есть представь, что вот здесь вот есть шапка, да? Но у меня такой нет внутренней системы уже. То есть я понимаю, что эта шапка, это часть мироздания, она имеет право существования, да. А теперь у меня здесь есть чашка. Например, это человек, который, не знаю, жестоко бьет котенка. Если здесь я уже поняла, что моя бабушка имеет право на существование, да, я уже рукой провожу мимо нее, и все так классно, теперь с бабушкой у меня просто любовь и радость, я с ними сижу на скамеечке, думаю, так я могу провести всю свою жизнь. То вот здесь вот это, например, ну возьмем папа, который меня бил, да? И я вижу снаружи человека, который бьет котенка. То есть существо, которое живое, которое нежное, но которое не может себя защитить. И вот я провожу рукой в этот же момент, когда вижу эту ситуацию, и натыкаюсь на боль внутри моей нервной системы. И, естественно, я моментально не понимаю, да? О, это потому что у меня была такая ситуация в детстве, да? И поэтому я до сих пор не понимаю, нафига мне такая ситуация, это все мой папа, это все так ужасно. Просто сразу резко падает настроение, идет раздражение, как крик. Ты сейчас себя не понимаешь. Агрессия поднимается. Ты себя сейчас не слышишь, кричит твоя нервная система. Ну, здесь, конечно, прикол, да? Я беру эту штуку и говорю, это все из-за тебя. Нет, ну серьезно, это жопа внутри меня, это твоя жопа, она, забери. А ты не сможешь забрать. Потому что покажется, что ты заберешь и уйдешь, да? А потом... Будет две жопы уже. И ты забрал ее, я встал. Да, и я говорю, э, это все из-за тебя. А что ты мне зацелил? Да, ты еще добавишь, и я буду говорить, на, забери, на, забери. Это мое. Это мое. Нейронная алхимия построена на моменте того, что вы создаете пространство реальности вокруг себя. Очень отлично создаете. Потому что все, что внутри, очень детально отражается снаружи. И вот здесь вот, когда я наконец-то говорю, я хочу понять себя, да? Я хочу чувствовать единство. Я открываю всему миру. Открывайте всему миру, давайте. Только осознанность, включайте при этом, пожалуйста. Осознанность. То есть понимать, почему вы это чувствуете, что, вернее, что вы чувствуете, распознавать чувства, почему вы это чувствуете, какие следствия того, что вы чувствуете, и что вы делаете при этом. А потом, чему вас эти следствия учат, а потом, как применить то, чему вас это учит в бытовой жизни, и пойти это применять. это краткий экскурс и вот у меня есть эта боль я смотрю на мир снаружи и мне очень не хочется признавать что это моя боль это же самый простой момент сказать что это не мое да это не мое это твое это твое и в тебе я это вижу по глазам вижу в тебе это есть да это вот твое может забери потому что очень сложно принять ответственность за свою реальность на себя что каким-то образом который мне не понятен я вот это то что там внутри причиняет мне боль сама выбрала сама создала не знаю как не знаю какого фига не знаю для чего но это как при алкогольной зависимости 10 шагов до первый шаг признать что эту жопу выбрала и создала я с какой-то целью наверное я была не в себе очень сильно и тогда ты начинаешь погружаться внутрь то есть ты смотришь на этого человека снаружи который в тебе это вызывает и ты прекрасно понимаешь все равно это внутри меня это колебание происходит внутри меня уйдёт отражение это колебание затихнет но она внутри меня другое отражение придет это колебание опять проявится два отражения придут меня просто на куски разорвёт но это находится внутри меня и тогда я погружаюсь например внутрь да и вспоминаю а вот у меня была такая ситуация вот я была нежная я была беззащитная я была маленькая папа меня ударил я не поняла почему у меня остался не мой вопрос за что эти сейчас когда нежность растворяет мою капсулу я смотрю на мир и знаете что я вижу эта фишка всех начинающих ампатов я вижу жуткую несправедливость практически везде несправедливо убивают животных людей бьют корю короче я начинаю видеть этот маленький кусочек своей нервной системе который начинает резонировать при повышении напряжение электричества тока поступающего в мою нервную систему когда капсулу начинает потихонечку разъедать только больше и первое что там было это вот это и теперь я отражение этого я вижу это везде вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь как будто весь мир весь мир наполнен это одной штукой то есть либо у меня шиза и либо это внутри меня это я начинала к тому моменту что я хочу единство кричите вы ко вселенной да я хочу чего-то просветление ладно призывал за просветление забить это не моя тема я хочу единство я хочу чувствовать мир живым я хочу испытывать огромнейший уровень радость и благодарности нежности торжества трепета из этом влюбленности просто к людям которые вот проходят до к собачкам кошечкам это не смысле у меня реально шиза я буду ходить привет а здравствуй а это такая невероятная просто вообще да если стоит будешь ходить да вот только там сразу 0 3 наберут если выходишь на улицу начинаешь к людям приставать там где-то 0 1 процент сознания остается что если ты так будешь делать тебя куда-нибудь заберут поэтому ты остаешься дома и говоришь мама и папа сейчас я над вами буду проводить эксперимент меня очень прет от любви к вам первый первый самый этот глобальный момент если вы просто хотите чтобы боль утихла до или стала на время немножко лучше пожалуйста есть благодарность плюс намерение понять вы направляете благодарны за то что просто существует ваше тело в этот мир такая прекрасная жизнь намерением понять в эту боль во все что вас не устраивает внутри себя во все что все еще не дает вам из этом покоя ревность зависть страх если вы хотите временную таблетку да не проблема с благодарность намерением направляете понимаете почему вы это испытываете вас попускает на неделю на месяц я не уверена что на месяц конечно скорости большие да кому как повезет да у некоторых через две минуты просто заходит другой сосед и начинается снова то есть если вы просто хотите таблетку для счастья на полчаса не проблема до лсд и все хорошо или кило шоколада тоже ничего не знаю у меня не тошнит то есть исследования по нейронки они направлены на то чтобы очень просто очень быстро очень глубоко пройти внутрь увидеть главные ядра переноса ответственности компромисса со своими высшими ценностями увидеть где вы очень четко начинаете говорить своей жизни я бы такого себе не выбрал это несправедливо этот кусок реальности я бы никогда не создала на я не хочу чтобы это присутствовало в моей жизни или я хочу чтобы это присутствовало но немного другое может быть его как-нибудь переделать это несправедливо что я вот так вот работаю работаю там из на понимаю себя практикую а гора вроде бы как гора но красная все хорошо цвет другой и недовольство 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 давайте сделаем перерыв минут на 15-20 там в туалет и все остальное и тогда уже начнем по инструментам без этих жутких приколов может с ними